Красные крылья объединят Москву и Ульяновск. Третий борт пассажирского лайнера после покраски передан для эксплуатации. Темы недели. В понедельник в правительстве региона начался с аппаратного совещания. Точечная застройка диктует вкусы. Прокуратура Ленинского района против клубных домов. Почти тонна краски для нового межрегионального перевозчика. «Спектр Авиа» завершила покраску третьего суперджета для авиакомпании «Рэд Винкс». Сегодня самолет торжественно передали заказчику. В цветах красные флотилии пассажирский лайнер начнет выполнять ежедневные рейсы из Ульяновска в столицу и обратно. 950 килограммов краски и 10 дней работы. В красную ливрею сухой суперджет 100 одевали сразу 16 специалистов. Самолет нового типа окрашивали по современным технологиям. Это слой краски, достаточно укрывистый, с очень большим сухим остатком. И, соответственно, сверху два слоя лака. То есть что это позволяет эксплуатировать самолет в более длительное время? С 5-6 лет до 7-8. Плюс ко всему уменьшаются затраты на мойку самолета. Геродномические свойства увеличатся, следственно, и идет экономия топлива. 30 метров в длину, почти такой же размах крыльев. Максимальная дальность полета пассажирского перевозчика превышает 3000 километров. Это уже третий самолет нового типа для парка «Ред Винкс». Это наш надежный партнер, многолетний партнер. И мы ни в коем случае не планируем как-то уменьшать сотрудничество, только развивать. В Ульяновске сухому добавили не только внешнего лоска. Здесь же собрали и внутренний интерьер. Это единственное семейство самолетов, чей уровень комфорта можно сопоставить с магистральными авиалайнерами. Самолет «Сухой Суперджет» в компоновке 93 кресла, из которых 8 кресел бизнес-класса, безусловно, подходит. Он и создан, в общем-то, для региональных маршрутов. И пополнив наш парк этим самолетом, мы будем успешно увеличивать и открывать новые маршруты, в частности, Москва-Ульяновск. В первый рейс свежевыкрашенный «Суперджет» полетит уже 29 марта. Перелеты в столицу и обратно станут ежедневными. А далее маршрутная сетка будет только расширяться. В июне рейсы в Симферополь. На красных крыльях ульяновцев смогут доставить и в Сибирь, и даже в Китай. На торжественной церемонии глава губернии делится перспективами развития авиационной отрасли. Мы сделаем все возможное, чтобы на базе «Спектр Ави» в ближайшее время был создан российский центр кастомизации. Именно здесь будут производиться не только экстерьерные покрасочные работы, но и индивидуальные для каждого лайнера интерьерные доводки. Интерьеры прежде всего для отечественных транспортников и пассажирских лайнеров. Региональные власти заверили, знаменитые Ту-204 «Руслан» и современные МС-21, что собирают на Ульяновском авиазаводе, станут популярными на внутрироссийских маршрутах. Кристина Агафонова и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. По одному дереву в память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне предложили посадить участники общероссийского экологического движения. Акцию под названием «Лес Победы» обсуждали сегодня на аппаратном совещании в правительстве. С подробностями наш корреспондент. С минуты молчания началось нынешнее утреннее заседание в правительстве. В ответ на недавние события, а именно пожар в Казанском торговом центре, губернатор распорядился провести в регионе внеплановые учения. Я думаю, что нам нужно будет провести ряд учений по эвакуации персонала и покупателей. Там, где у нас есть либо круглосуточное пребывание людей, либо, так сказать, очень часто собираются люди на концерты, на другие какие-то вещи. Вы, пожалуйста, организуйте личные такие вот встречи или совещания, где еще раз проговорите о том, какова ситуация с системой пожарной безопасности. Без того богатое на тему совещание не обошлось без экономических вопросов. Налоговые каникулы, проект местных предпринимателей, похоже, скоро поступит на обсуждение в законодательное собрание. Всем индивидуальным предпринимателям, работающим на упрощенной налоговой системе, система дохода минус расходы, предоставляются на первые два налоговых периода налоговые каникулы в размере нулевой ставки. То есть все те предприниматели, которые зарегистрировались с начала 2015 года, именно такая формулировка в нашем законе предусматривается не после вступления в силу этого закона, а имеет закон обратную силу, устрояется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. То есть в этом году все те индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались и применяют упрощенную систему налоговодложений, как я уже говорил, могут пользоваться нулевой ставкой при расчете своих налогов. Об участии Ульяновска в акции «Лес Победы» заявили еще на недавнем собрании экологической палаты. За время акции участники планируют высадить порядка 120 тысяч деревьев. О подробностях перед совещанием рассказал главный эколог области Дмитрий Федоров. Основной, конечно, упор на крупные организации. Уже сейчас есть желание, и это желание подкреплено и оргкомитетами, соответствующими Ульяновского государственного технического университета, Ульяновского государственного педагогического университета, которые запланировали на своих территориях посадить «Аллеи Победы». Присоединяется к нам «Авиастар», присоединяется Ульяновский автозавод. Поэтому акции, в общем-то, и в областном центре, и в районных центрах пройдет очень широко. Еще одной темой встречи стало проведение финального этапа Приволжского чемпионата по хоккею с шайбой. В эти дни в Ульяновск прибыли полтора десятка команд. Итоговая игра определит, кто отправится на всероссийский чемпионат. Победитель и второй призер поедут на финальное соревнование легендарной «Золотой шайбы». Это соревнование, пожалуй, в Советском Союзе каждый уважающий себя мальчишка проходил через эти соревнования. Откроются соревнования сегодня матчем хозяев с нижегородцами. Итоги первенства подведут в ближайший понедельник. Игорь Котов, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Прокуратура Ленинского района против клубных домов и точечной застройки. Претензии предъявляются администрации Ульяновска. Так, служители ФИМИДа установили, что вопреки требованиям закона, городские чиновники выдали ряду коммерческих структур разрешения на строительство многоэтажных домов на землях в пределах частного сектора. Были выданы разрешения на строительство объектов капитального строительства в тех территориальных зонах, где это не предполагается. Ярким примером того служит переулок Маяковского, где фактически было выдано разрешение на строительство многоэтажного дома на тех землях, где строительство данных объектов капитального строительства не предполагается. Кроме переулка Маяковского в списке прокуратуры еще много адресов, по которым строительство велос с нарушениями. В основном это центральная и северная части Ульяновска. При анализе обстоятельств строительства вскрыто более 30 аналогичных фактов. К тому же эти так называемые клубные дома оформлены на одного собственника, в то время как являются многоквартирными. Фактически они уже используются, но в эксплуатацию не введены. Данные многоквартирные дома в настоящее время документально не оформлены. Разрешение на ввод в эксплуатацию на них не получено. Соответственно в бюджет муниципального образования город Ульяновск налоговые отчисления не поступают. Несмотря на очевидность незаконного возведения этих объектов, говорят в прокуратуре, меры по его пресечению администрации Ульяновска не принимаются, воздерживаются пока в мэрии и от комментариев для прессы. Тем временем прокурорам через суд удалось остановить строительство административно-торгового центра в зеленой зоне возле кольца по проспекту Нариманово. Сейчас реклама и вот о чем расскажем после недолгого расставания. Затяните пояса. Бюджетные учреждения в Ульяновске учатся энергосбережению. Весеннее настроение. Замороженные цены. В Заволжском районе прошла очередная ярмарка. 85% Африки и 100% любви к России. На сцене Дворца культуры губернаторские выступила легендарная исполнительница Дейтро Фар. Продолжаем выпуск. Сэкономят 10% топливно-энергетических ресурсов. Бюджетные учреждения в Ульяновске учатся энергосбережению. Напомню, эта работа началась по поручению губернатора области. Очередной четвертый по счету обучающий семинар прошел в центральном районе города. Руководители общеобразовательных и спортивных школ, детских садов, клубов собрались в зале первой гимназии. Вот, значит, что касается нас с вами? Сейчас стоит перед городом, перед комитетом ЖКХ именно конкретная задача. Найти причины, почему такое переиспользование, то есть коммунальных ресурсов. И самое главное, выстроить структуру, схему, как дальше работать так, чтобы таких перерасходов не было, а все было запланировано. Очень много им необходимо сделать работ по утеплению самих зданий. Значит, вот сейчас мы начали уже эту программу делать. Это большой объем работ по замене пластиковых окон. Естественно, это нам дает очень большой процент энергосбережения. Значит, также замена ламп на энергосберегающие. Значит, и плюс обыкновенная физическая экономия, то есть вечером, ночью выключаем здесь свет, чтобы не было у нас нигде протечек воды. Ну, это уже работа самих руководителей этих учреждений. Мы только подсказываем, как это нужно сделать. Директорам социальных учреждений особое внимание рекомендуют обратить на приборы коммерческого учета коммунальных ресурсов. Практика показала, оплата услуг по нормативу обходится бюджету значительно дороже. В целом, управление топливно-энергетическими ресурсами должно стать приоритетом деятельности каждого муниципального учреждения, подчеркнули специалисты городской администрации. На ярмарке царило весеннее настроение. Тех, кто посетил в эти выходные огромную торговую площадку в Новом Городе, морозный воздух уже не гнал домой. Благодаря припекающему солнцу, горожане смогли больше времени посвятить выбору товара по вкусу. На этот раз темой ярмарки стала мясная продукция. Подробности далее. Свинины. Свою местные. Посмотрите, какое. Без никаких добавок, без ничего. Очень хорошее мясо. И говядина, и баранина, и индейка. Мясо в виде вырезок и мясо в виде колбасы. Покупателям оставалось только выбрать. Ассортимент продукции местного производства представлен достаточно широко. Очень много мясных изделий. Традиционный спрос на яйца, на масло, на молочную продукцию, сахар. И могу уверенно сказать, что цены на ярмарки ниже магазинных на 15-20%. Как всегда, к самым запасливым и любителям натуральных продуктов, пожилым гражданам отношение особое. Волонтеры дежурили у палаток и предлагали свою помощь. Помогают покупать продукцию и доставляют прямо до квартиры. На легковых машинах, на газелях, то есть и в большом количестве в мешках. И даже сумки помогаем доносить до машины, довозим до дома. Для овощей пока не сезонно. Вот для приобретения овощного сертификата самое время. Их вручили на ярмарочной сцене пенсионерам и многодетным семьям. У супругов Болвановых четверо детей. И для них это хорошее подспорье. Нам дают его даром, как многодетной семье. Ну, конечно, и даже купить этот сертификат, я думаю, 2,5 тысячи, это совсем недорого. Там 200 килограмм овощей купить на 2,5 тысячи, это, по-моему, сейчас нереально нигде. Вопрос цен на ярмарке тоже не остался без внимания. Мониторингом занимались представители товариществ, собственников жилья. ТОСы города проводят постоянный мониторинг цен с помощью членов Совета ТОС, с помощью жителей. Мы проходим постоянно сетевые магазины, большие маленькие магазинчики. И смотрим цены на социально значимые товары и на лекарства в том числе. Обычные сельскохозяйственные ярмарки были осенними. Ну, а в этом году начать торговлю решили с февраля. О том, что решение было правильным, говорят миллионные обороты. Для населения это дополнительная возможность приобрести качественные продукты по низкой цене. А для производителей – подспорье к новому сезону. То, что наши сельскохозяйственные производители готовят к весенним полевым работам, а судя по такой погоде, они, скорее всего, будут несколько раньше, чем обычно, имеют возможность получить живые деньги, которые достаточно хорошо платят горожане за продукты питания. И таким образом, у них есть возможность подготовиться к этим работам. Сергей Морозов отметил, что это еще не вся польза. В меняющихся экономических условиях проведение зимних и весенних ярмарок помогает стабилизировать рынок и регулировать цены на продукты питания. Елена Тимонина, Анна Панова, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Чикагский блюз услышали ульяновцы в минувшие выходные. Во Дворце культуры Губернаторский в рамках 53-го Международного музыкального фестиваля «Мир, эпоха, имена» звучали лучшие композиции американских музыкантов. На сцене легендарная исполнительница Дейтро Фар и московский блюз-бенд Вадима Ивашенко. На родину Ленина западная дива привезла свою лучшую программу, которая на русский переводится как «Поиски закончены». 58-летняя певица рассказала перед концентром, что тексты к большинству песен написала сама. На суд ульяновских меломанов Дейтро Фар привезла известные композиции Мадзи Уотерса, основоположника Чикагской школы блюза. А в России она не впервые нашу страну любит за талантливых музыкантов, архитектуру и не только. Вы предложили основную идею блюза? Я делала тест ДНК. Он показал, что у меня 1% русской крови. Конечно, я африканка на 85%. Всего лишь 1% русской крови. Следующий концерт в рамках фестиваля пройдет уже 21 марта. Организаторы назвали его «Вечер в стиле фьюжен». В исполнении квартета «Черный квадрат» прозвучат классические произведения «Виваде», «Бетховен», «Григо», «Начало программы в 17 часов». В Ульяновской области сегодня стартовал финальный турнир ПФО на призы клуба «Золотая шайба». В нем участвуют 15 команд младшей возрастной группы. Это хоккеисты не старше 11 лет. Матчи проходят сразу на двух ледовых аренах. В Ульяновской фоке «Лидер» и в Новоспадском фоке «Олимп». В областном центре турнир открылся матчем с участием хозяев. Команда «Серебряные крылья» принимала на льду астраханских ястребов. В первом тайме крылышки удачно действовали при реализации голевых моментов и на перерыв ушли с комфортным счетом. Во втором и третьем периодах юные ульяновцы сохранили преимущество в три шайбы. Окончательный счет 5-2 в пользу хозяев. Если пас плохой, то у нас не удавалось. Если хороший, так же мы убегали и забивали. Вот пять голов забили же. Только все с паса. Мы приехали сюда за победой и не за поражением, а за первым местом. Ну, мы, конечно, старались, прикладывали все силы, но соперники оказались сильнее. Сам турнир продлится до 23 марта. Его победители будут защищать честь Приволжского федерального округа на всероссийском финале. Он пройдет в Олимпийском Сочи с 4 по 13 апреля. О погоде далее. Генеральный спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Зао Эвола». В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью по области от 5 до 10 градусов мороза. Местами до минус 15. Ульяновский от минус 8 до 10. Завтра днем по области от 1 до 6 градусов тепла. Ульяновский от 2 до 4. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Будьте осторожны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok